Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. В эфире передача Якутск. Сегодня у микрофона я, редактор Мария Ким, со мной также мои коллеги Слепцов Николай Айдын и Ольга Степанова. Юнармия – самое массовое движение в России. Хочу отметить, что юнармейцы Якутии в тройке лидеров по всему Дальневосточному федеральному округу. И сегодня мы расскажем о движении, которое объединило миллионы детей и ребят по всей стране, о движении, где воспитанники обретают не только навыки выживания и самодисциплин, но и находят друзей на всю жизнь. Мы транслируемся в прямом эфире в нашу студию с вопросами. Вы можете позвонить по номерам 32 00 66 и 32 11 66. У нас в гостях Кузьмин Александр Николаевич, начальник штаба юнармии в республике Саха-Якутия. Федотова Любовь Петровна – педагог дома юнармии в городе Якутске. И Никита Попов – юнармеец, ученик 24-й школы города Якутска. Я приветствую вас у нас в студии. И, конечно же, первый вопрос. Как идет подготовка к встрече 79-й годовщины Великой Победы? – Добрый день. Спасибо за приглашение. Поздравляю вас с Днем Радио. – Спасибо. У нас традиционно в преддверии Дня Победы по всей России начинается подготовка к параду 9 мая и 6-й, и торжественным собраниям, митингам, посвященным именно к Дню Победы. Наша республика Саха-Якутия, конечно же, не исключение. В эти дни идет активная подготовка к 9 мая. Все патриотические организации, все организации, которые непосредственно относятся к шествиям, торжественным парадам, сейчас готовятся. И у нас также со стороны правительства и со стороны органов, которые занимаются в целом подготовкой 9 мая, сейчас идет активная подготовка. Вот наши юноармейцы города Якутска и в целом республики также принимают участие. И вот у нас юноармейцы дома юноармии образовательных учреждений сейчас формируют тоже коробку, единую коробку, одну коробку именно в целях участия 9 мая. Это, конечно же, большая ответственность, дисциплина, это честь, это же, конечно же, память о павшим и участникам нашим дедам и прадедам. Память о тех великих победах, сражениях и нынешнее поколение, конечно же, чтит победителей Великой Отечественной войны. И, конечно же, мы благодарим всех наших руководителей, педагогов, наставников, начальников наших местных штабов за подготовку и участие к параде 9 мая. Вот хочется отметить, что сейчас вот Любовь Петровна и Никита буквально перед началом нашей передачи побывали на генеральной репетиции, так скажем, на репетиции на площади. Вот сейчас у Никиты спросим, что вы там делаете? Башируем. Сколько у вас в юной армии там, ребят? Коробка одна. Сколько у вас? 36. А там коробками, да, считаете? Да. 36 человек. 36 человек. Ну, я так понимаю, что это уже твой не первый опыт. В участии в параде 9 мая первый опыт. Первый. Вот поздравляю, поздравляю. Спасибо большое. Как идет подготовка? Всем добрый день. Поздравляю всех с наступающим праздником Днем Победы. И наш детский подростковый центр готовит мероприятие на 8 мая. Это праздничный концерт «Май, весна, победа». Наши юнормейцы в течение недели очень упорно и тщательно готовятся к данному мероприятию. У нас планируется передача знамени Победы самому лучшему юнормейскому отряду. Это наше ежегодное мероприятие. Вот в прошлом году самый лучший юнормейский отряд была школа номер 10 имени Дмитрия Новопашина. В этом году 10 школа передает знамя Победы юнормейскому отряду «Городской патруль» Мархинской школы номер 1. И также ребята готовятся показывать творческие номера, вальс Победы. Как раз сегодня мы планируем репетицию. И к 9 мая у нас, получается, выступает юнормейский отряд «Городской патруль» Мархинской школы номер 1, как победитель в смотре конкурса «Песни и строя». Очень насыщенно проходят эти дни у нас, очень праздничные. Я так понимаю, что это практически завтра отдельная концертная программа. И всех приглашаем на наше мероприятие. А где оно состоится? На площади Победы в 12.30. Посмотреть можно прийти, прям юнормейцы покажут нам и танцы, и песни, и марш Победы. И вальс, да. Подустал, да, маленечко. Или всё-таки вот это вот военное... Выдержка для этого. Как юнормейцы, вот характер такой выработался в тебе всё равно. Да, военный характер выработался. Выдержка, всё вот это вот есть. Да, педагоги и садисты вот этому. Расскажи о своей семье. Семья у меня военная вся, почти вся. Мама у меня работала в МЧС, папа, брат оба были в Министерстве внутренних дел, немалое количество лет отслужили. Сейчас, на данный момент, папа находится в зоне боевых действий. Брат вернулся по ранению тоже в зоне боевых действий. Папа и отец, они поехали по контракту и добровольцами. Папа поехал добровольцем по контракту, брат поехал добровольцем Ботур, Барс 2. И сейчас пока вернулся и... Сейчас находится на пенсии по ранению. Ну, до начала передачи ты рассказал, что у вас трое в семье, это самый младший. Но было желание пойти учиться в Суворовском училище, но вот... Ну вот, мне не сложилось с этим, к сожалению. Вот, потом почитал по интернету, нашел юноармию. Сам? Да. Молодец какой. С папой съездили в кадетскую школу, там нас направили уже в дом юноармии, там мы познакомились с Любовью Петровной, все, подали документы, посвящение, и стал юноармейцем. Ну, я так понимаю, что особенно какой-то есть критерий отбора или вхождения в юноармию среди учащихся? В юноармию, во всероссийское движение юноармия может вступить любой желающий с 8 до 18 лет. То есть это всестороннее направление, ребенок может выбрать то, что ему нравится. И по нашим мероприятиям и конкурсам он очень активно участвует. Никита. Да, на примере Никиты. На примере Никиты. Александр Николаевич, расскажите, пожалуйста, по нахождению в юноармии вообще и при поступлении, это огромный плюс уже и дополнительные баллы. Да. Про это поподробнее я хотел сказать. Конечно, существует очень много таких поощрений для юноармейцев. У нас в Республике Саха-Якутия есть ряд ведомственных знаков. По линии Министерства по делам молодежи лучшим юноармейцам вручается ежегодно знак. Это медаль имени Поморцева, Феликса Поморцева, капитана ФСБ, который героически тоже погиб в зоне боевых действий. И такая медаль вручает тоже ежегодно Министерством по делам молодежи. Со стороны главного штаба юноармии у нас есть тоже ведомственный знак, медаль юноармейская доблесть трех степеней. Вот как раз Никита сейчас носит знак, медаль юноармейская доблесть третьей степени. И, соответственно, есть и медаль второй степени, и первой степени. И юноармейцы могут получить и все три степени. Ну, конечно же, существует регламент по истечении года, двух лет и так далее. Сперва получают с третьего степени и первой степени. Ну и ведомственные, благодарственные, грамоты, все меры поощрения тоже существуют в юноармии. А также при поступлении в высшие учебные заведения, в том числе и гражданские вузы, есть ряд льгот юноармейцам, которые имеют регистрацию именно в автоматизированной информационной системе АИС юноармии. При должной, скажем так, работе, участии, они имеют право претендовать на существующие льготы. Как хорошо. Ну, Слорская не получилась, но у тебя появилась альтернатива юноармии. Вот еще осталось тебе учиться один год, но планы-то уже есть. Куда пойдем дальше? В планах высшее военное училище. Это уже определен, какое именно, да? Ну, пока еще нет размышлений. Ну, раз мы уж поговорили о медалях Никиты, нашего главного героя передачи, расскажи, пожалуйста, о своих прекрасных орденах. Значок за развитие детского движения города Якутска – это значок мэра, мэр вручал. Работаю с детьми, был за это удостоен, этого значка. А ты еще и с детьми работаешь? Ну, как инструктор. А-а-а, у вас вообще так разносторонний, да, так сказать? Командир. Да, то есть у нас ребята, которые занимаются больше года в юноармии, они уже могут проводить мастер-классы для младших ребят. Они уже как помощники педагогов. Да, они юноармейцы-инструкторы. Так, и вот у нас... Вот значок «Орленок». Это я был во всероссийском детском лагере «Орленок», который находится в Топсе, единственный из республики, выиграл путевку и с достоинством. Отстоял честь республики Саха-Якутия. Молодец какой, прям я здесь не смотрю и не нарадуюсь. Значок «Первых», это выдали недавно совсем. Была «Зарница 2.0», региональный этап. Мы приняли участие в доме на армии. Заняли четвертое место. Вот, получили значки. И вот этот вот края. Значок «МКС». Это обручил герой России, космонавт. Михаил Борисенко. Поздравляю. И вот этот вот, первая ступенька уже есть. Да, юноармейская доблесть третьей степени вручается за активное участие в сфере юноармии. В сфере юноармии. За все три года, которые ты сейчас там находишься, ты нашел свое место. Да. Характер, выдержка, вот это вот все там вырабатывается. Ну, я так знаю, что там в своем интервью, вот я прочитал, ага, Александр Николаевич сказал, что это не только вот маршировка и жизнь, да, в режиме армейской дисциплины, но это еще, сейчас я прям процитирую, это... Телефон у нас. А у нас телефон. Давайте сперва послушаем наших радиослушателей, телезрителей. Ушники оденем. Есть ли? Ушники оденем. Нет, вот, Любовь Петровна передаете Александру Николаевичу. Где Никиты? И наш. Алло, да, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Хангалацкий улучш, Валерий Иванович. Ага, здравствуйте, Валерий Иванович. Мы в Хангалацем улучши тоже вот занимаемся созданием юноармии и прочее, воспитанием молодежи. Вот я хотел Николаевичу узнать, есть ли конкретный вот российский устав или устав конкретный? Вот вы тут называете коробками, 36 человек как коробками. Коробка и инструктор говорит. А если он доступен, работает год и больше, он кто-то как командир, старшина должен быть. Формулы завоенные какие-то должны. И не коробка там, рота, допустим. Вот я про это хотел спросить. И еще второй вопрос, Женя Николаевич. Как в других улусах? В каких улусах хорошо проходит вот это? В городе, конечно, ясное дело, там центр столицы, вот видишь, парень весь в значках, а у нас здесь в улусах-то таких значков-то сильно нет. Ну, занимаемся все равно, занимаемся. Спасибо. Спасибо, Валерий Иванович. Как раз вопрос про... Спасибо за вопрос, Валерий Иванович. У нас в ЮНАРМИ, конечно же, есть Всероссийский устав. Последние изменения были, по-моему, в 22-м году, по итогам Всероссийского слета, но части касательно там и выборной деятельности и так далее. Конечно же, в городе Якутске, как в столице республики, проводится много мероприятий и парады, шествия и так далее. Но и в наших крупных промышленных районах тоже идут активные работы. В частности, это Нюрнгринский район, Алданский район и крупные наши муниципальные районы. Вилюйский район, Татинский, Мегино-Кангалатский. Идут, ну, конечно же, там, где есть у нас штабы местных отделений. К сожалению, ЮНАРМИ – это у нас детская общественная организация. Люди работают на общественных началах, поэтому в ряде муниципальных районов у нас, к сожалению, нет и начальников местных штабов. Люди работают по зову сердца. Поэтому тем, которые до сегодняшнего времени работают, я, конечно же, выражаю большую благодарность за их работу, за работу с детьми, молодёжью. Конечно же, Хангалатский район у нас и в Зорнице участвовали, и в Горном районе последнее участие. Ну, хотелось бы, конечно же, побольше активностей со стороны образовательных организаций. Первые годы, когда мы работали, когда создавалась только ЮНАРМИя в 2016 году, мы работали в основном на узнаваемость, на пропаганду, на вовлечение детей, педагогов, образовательных организаций. Мы очень активно тоже пытались сами выезжать, сами создавать, звонить, писать им. Сейчас в основном районы сами работают, сами уже находят и контакты, и выходят, и через знакомых, и так далее. Поэтому хотелось бы побольше таких со стороны районов обратную связь, чтобы была активность, именно активность со стороны муниципальных районов. Возвращаемся к моему вопросу о том, что... Не вопрос, а, скорее всего, процитировать я вас хотела. Вы сказали, что движение ЮНАРМИя — это не только где маршируют, но и духовно, и нравственно развиваются. Это вот прям всестороннее, я так поняла, развитие, обучение воспитанников в этом моменте. Да, ЮНАРМИя — это в первую очередь детская общественная организация. Здесь не только маршировка и разборка и сборка автомата Калашникова, здесь в основном развитие личности детей и молодёжи до 18 лет. Очень много направлений в ЮНАРМИи. Практически по всем направлениям развития личности есть очень много активностей. Сейчас регистрация ЮНАРМИи упрощена. То есть дети могут самостоятельно скачивать через телефон мобильное предложение ЮНАРМИи, зарегистрироваться и стать участниками движения. Через предложение они могут уже сами самостоятельно отслеживать те или иные активности, участвовать, накопить баллы, по итогам которых они могут быть приглашены и на всероссийские активности, лагеря и так далее. Поэтому сейчас, ну, конечно же, первый вопрос всегда у нас стоит, как вступить в ЮНАРМИи, как зарегистрироваться. Ну, во-первых, это через мобильное приложение, во-вторых, это по месту жительства, по месту учёбы. Они могут обратиться к куратору, координатору в районе. Ну, обычно, если там нет особой такой активности, можно обратиться в администрацию района через органы управления молодёжи, которые у нас являются координаторами патриотического воспитания в республике. Это Министерство по делам молодёжи. Ну, сейчас, конечно, в ЮНАРМИи все знают, поэтому в школе, если ребёнок обратился там непосредственно к классному руководителю, педагогу-организатору, они могут уже выйти на соответствующих руководителей в районе. И потом уже, конечно, это же документы, заявления, анкета и согласие самого ребёнка с 14 лет. А если и до 14, то через родителей законных представителей, согласие на вступление в движение ЮНАРМИи и обработку персональных данных. Три документа. Это вот значит сидеть там такой же вот... Ну, сейчас любой ребёнок, находящийся в любом посёлке нашего региона, у него есть внутреннее желание попасть в ЮНАРМИю, он об этом знает, и просто может подойти тогда через директора, через учителя образовательного учреждения и зарегистрироваться через сайт, и стать практически другом Никиты. И зарегистрироваться в сайте и сам с 14 лет. Очень хорошо. Ну, очень удобно, да, в наше время. Конечно. И помимо военно-патриотических направлений, есть и творческие направления, есть и исследовательские, духовно-нравственные, есть и песенные конкурсы, танцевальные конкурсы. Так и в России, так и в нашей республике могут и проводить таких ограничений по проведению мероприятий по направлениям, как таковых, нет. Могут и проводить у нас и компьютерные игры в России, ЮНАРМИ из сетей. Есть и ЮНАРМИйская лига, КВН, дети играют тоже. Ну, у нас республика пока ещё не так активна, может быть, но и в России играют вот такие, и проводятся профессиональные конкурсы. В прошлом году по итогам 23-го года проводился конкурс «Лидер ЮНАРМИ». И вот наш наставник заняла третье место. И наши юнармейцы тоже приняли участие по четырьм направлениям. В этом году тоже будет. Мы тоже участвуем. Можно буквально сейчас на рекламу прервёмся, а потом перейдём снова к нашей беседе. И снова здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы продолжаем нашу беседу с ЮНАРМИей Республики, с ЮНАРМИей города Якутска, с воспитанником ЮНАРМИи Никитой Поповым. И у меня вопрос. Успехи ваши за 2023 год? Я о них уже слышала, но озвучите нам, расскажите. У нас в Центре по подготовке юнармейцев доминармии города Якутска, который у нас на базе детского подросткового центра за 2023 год очень много достижений. На примере Никиты он у нас является победителем отборочного этапа в лагерь «Орлёнок». И также у нас была команда юнармейцев «Городской патруль», которая также выиграла путёвку во Всероссийский детский центр «Океан». Стука возможностей вообще у детей. Да, и личные достижения юнармейцев. Вот с 13-й школы Гамзиков Иван выиграл, то есть он нарисовал творческий плакат и занял третье место по всей России. И от движения юнармия ему вручили очень хороший подарок. Это портативная колонка «Алиса». И также у нас победители региональных конкурсов. Вот мы проводим конкурсы лидеры юнармии. И по лидеру юнармии у нас победитель Потапов Антон в сфере волонтёрства. Он у нас сделал проект в Мархинской школе номер один. Есть юнармейцы-волонтёры, которые проводят большую работу в школе, у памятников. Также поздравляют Наума Трифоновича, ветерана Великой Отечественной войны, с победой. И он полетел, получается, Потапов Антон в Москву на Всероссийский форум юнармии как победитель конкурса лидера юнармии. И ещё по итогам 2023 года вы стали лучшими. Да, мы участвовали в конкурсе «Смотр-конкурс. Лучший дом юнармии» и стали победителями, чем очень горды. Первые по всей стране. Молодцы, я вас от всей души поздравляю. Отличный 2023 год у вас прошёл. А вот я сразу хотела спросить, юнормейцы-волонтёры – это вообще просто отдельное движение в юнормии, да, идёт? Да, они также, как во Всероссийском движении, Всероссийское движение волонтёры победы. То есть у них также есть одно из направлений, как творчество, научно-практические конференции и волонтёрство. А в целом по республике сколько детей в юнормии находятся? Ну, уже более 9 тысяч детей вступили в движение юнормии, начиная с 2016 года. Конечно же, есть тенденции, перспективы развития юнормии. Но, конечно же, очень много планов по расширению. Сейчас состоит главная задача со стороны нашего аппарата главного штаба с Москвы – создание центров юнормейской подготовки до мюн-армии. В 2021 году мы открыли здесь, в городе Якутске, первый центр юнормейской подготовки до мюн-армии, который мы открыли в рамках республиканского слёта юнормии. И в честь открытия со стороны главного штаба было передано материально-техническое оборудование, то есть оснащение дома юнормии именно для занятий юнормейцев. Это начиная с компьютерной оргтехники до мягкой мебели, пуфики, различные средства, плакаты, пневматические винтовки, макеты автоматов и различные оборудования для занятий именно юнормейцев. И по итогам 2023 года мы открыли ещё два центра юнормейской подготовки до мюн-армии. Это Вилюйская школа номер 3 имени Героя Советского Союза Николая Савича Степанова и Маинской центры доп. образования Керели, Томигины-Кангаласки и УЛУС. И в этом году также был объявлен всероссийский смотр-конкурс, где все три дома юнормии у нас приняли участие, и город Якутск, и Вилюйский дом юнормии, и Мигины-Кангаласки. И по итогам смотра конкурса Мигины-Кангаласки дом юнормии занял первое место именно в категории дома юнормии, которые претендуют на получение материально-технического оборудования. То есть они вошли в список и возглавили рейтинг домов, которые претендуют на получение. И они заняли первое место, то есть они показывают все свое направление по работе именно с детьми и молодежью. То есть патриотическое воспитание, у них и волонтерство, добровольчество хорошо работает, и освещение семьи, и охват детей, и по всем направлениям. Получается, они в этом году уже претендуют тоже на получение оборудования со стороны главного штаба. А Вилюйский дом юнормии у нас также вошел в призеры и тоже награждены дипломом с российского смотра конкурса. И в этом году у нас также есть ряд образовательных учреждений, которые тоже претендуют, планируют открыть дома юнормии в своих районах. Это Горный район, Кировская школа, это Алданский томот, это Ленский район, и еще планируется и в Чоропчинском районе. Ну и хочется, чтобы во всех районах такие дома юнормии, центры подготовки открылись именно для поддержки наших юнормейцев. Ну вот смотрите, да, на примере Мегина-Кангаласского района буквально только начали работать, уже быстренько так стартанули и... Ну на самом деле, да, у них уже база была, то есть работа у нас в республике традиционно проводится именно в таком большом формате. То есть Мегина-Кангаласский, они район, который впервые открыли в 16-м году первый юнормейский отряд. То есть у них уже база есть, основа есть, а центр доп. образования у них и так, и так работает по направлению гражданско-патриотического воспитания. То есть у них есть система, у них есть база, у них есть военно-патриотические клубы, у них есть первый герой советского народа Федор Кузьмич Попов. Поэтому в целом, если показать работу района, по всем этим критериям они соответствуют именно как дом юнормии, центр подготовки. Единственное, здесь со стороны района выделяется помещение и некоторые софинансирования части там ремонтных работ, может быть, да, там по брендбуку юнормии покраска и так далее, и плакатные базы и так далее. Все, они получают статус дома юнормии. Если они показывают как минимум 3-4 направления работы, это военно-патриотическое, туристко-краевическое, творческое, волонтерское, то они уже проходят паспортизацию дома юнормии. И со временем они могут и расширять, и расширять свое направление. Поэтому я призываю всех наших образовательных организаций, муниципальных районов открывать центры инармейской подготовки и претендовать на поддержку со стороны главного штаба. Да, тем более, что есть такая поддержка. Оборудование. То есть оборудование предоставляется бесплатно. Ну и плюс это всестороннее развитие наших детей, да? Да. Это и... Как вы перечислили это хорошо? У вас и танцевальные есть, и рисование есть, и... У нас они, как называются, юнормейские отряды, да, и определенное название имеют. Юнормейский отряд «Автобус радости», то есть это современные танцы у нас есть, музыкальная студия «Радость» патриотической песни, танцевальный ансамбль «Кюн Мичер», который на всех наших мероприятиях торжественно открывает, например, на посвящении в юнормию. И, конечно же, наш юнормейский отряд «Городской патруль». И также в городе Якутске есть «Юнфлот» и «Юнавиа», помимо «Юнармии». «Юнфлот» у нас открыт на базе 19-й школы и «Юнавиа» на базе 30-й школы, то есть у них свое определенное направление имеется. Это под направление «Юнармии», то есть это «Юнармия» — это вот красные, да? Красные, да. А «Юнавиа» — это у нас воздушно-космическое направление, это те юнормейцы, дети, которые посвящают себя именно аэрокосмическому направлению, воздушно-космическому силу. У них цвет футболки, билеты — цвет неба, то есть синего света. Такие у нас юнормейцы тоже есть. И юнормейцы «Юнфлота» — это у нас будущие, скажем так, подводники, моряки и так далее. У нас это курсанты Якутского института водного транспорта, все вступили в движение «Юнармия». Все новобранцы, первый курс тоже с сентября вступает в ряды всероссийского движения «Юнармия». — Это вот значит, когда я поступаю в «Юнармию», я вообще имею полное право выбрать, что я хочу пойти именно по, вот как Антон, извиняюсь, как Никита, «Юнармия», «Юнфлот», любое направление выбрать и по нему пойти. — Ну, если там курсант, он поступил в Якутский институт водного транспорта, ну, речники, соответственно, он выбирает «Юнармию», «Юнфлот». — Вот Никита так сидит, замечая краем глаза, прям у него вся эта выправка уже есть. Я хочу подправиться, Никита, учащийся седьмой школы города Якутска. Про «Юнармию» ты узнал, пришёл туда, и вот скажи мне, какое твое первое впечатление было? — В первое впечатление — это было встреча с Любовью Петровной. Любовь Петровна показала направление «Юнармия», мне все эти направления заинтересовали, и по каждому направлению стали двигаться. — И вот это вот всё тебе потом затянуло, и ты решил, что это всё моё, и я остался. — Всю свою душу отдал «Юнармию». — Всю свою душу? — Ну ты и всё свою жизнь продолжишь, да, у тебя всё ещё впереди, Никита. У нас телефонный звонок. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Как же это было в юном месяце? — Это было в школе, а потом, когда я говорю, что здесь есть. — Сейчас Александр Николаевич Пете спрашивает наша телезрительница, радиослушанница, где в Якутске есть юнармия. — Да, в Якутске практически во всех образовательных организациях, ну, в школах имеется в виду, создаются юнармейские отряды. Ну и, конечно же, у нас это дом юнармии, центр юнармейской подготовки, располагается на базе детского подросткового центра города Якутска на улице Клары Целткина, 14, дробь 3. Можете спокойно обратиться в дом юнармии, и вас с радостью и примут, и всё объяснят и покажут. — Мы всё возвращаемся, и возвращаемся к Никите. Твои одноклассники, друзья, вот кого-нибудь ты повёл за собой ещё? — Да, вступил один одноклассник. Я рассказываю проект переводной на 11 класс, и вот его заинтересовало. Вступил, посвятился недавно. — Одноклассникам? — Да. — А юнормейцы в седьмой школе сколько? — Два юнормейских класса. — Два? — Младшая группа и старшая. Это пятый класс и восьмой. — Ну, и ты, наверное, тоже у них как инструктором выступаешь, да? — Да, бывает. — Бывает. — В дальнейшем просто вот в военные училища ты сказал, а вот какая сфера? Вот флот есть, авиа есть. У тебя какое направление тебе больше подходит по душе? — Хороший вопрос. Определяемся ещё. Ну, сухопутные войска. Там, я не знаю. Ну, так вообще в ГОС хотелось бы когда-нибудь поступить. Это в Росгвардию. В спецназ бы хотелось бы пройти вообще. — Вот желаю крепкого здоровья. Там прям отбор очень жёсткий в этом плане, да? — Ну, я думаю, что юнормия, то, что вот это вот, то, что ты находишься и воспитываешься в юнормии, это даст большой и жирный плюс при поступлении. — Конечно, да. — Какие планы? — Николай Савич Степанова. Юнормейца 13-й школы Прокопьев Руслан был нарисован. И вот наш ветеран, наш герой Николай Савич Степанов. Это полностью тоже проводится со стороны Министерства просвещения, федеральные субсидии полностью за счёт федералов. Приезжает художник и рисует бесплатно с юнормейцами, с мастер-классом, проводит вот эту акцию. В прошлом году акция была переименована с актуализацией задач и называется «Граффити-защитник». Мы нарисовали юридически тоже погибшего в зоне специальной военной операции Данилова Василия Васильевича, конечно, из согласия его родителей, близких, родственников. И должен быть обязательно тоже юнормеец. Это показывает именно преемственность и память ветеранам боевых действий. Вот Никита Попов был участником прошлогодней акции. В этом году мы планируем акцию провести уже не в Якутске, а в муниципальном районе, в городе Нерингере. Со стороны администрации поддержка есть, объект уже определен, и участник, и юнормейцы тоже определены. Если у нас все будет по плану, в этом году мы тоже планируем. И в всероссийских военно-спортивных играх тоже наши юнормейцы принимают активное участие. Вот «Озорница» прошла. Сейчас уже победители юнормейцы горного района, средневозрастная категория, старшая возрастная категория – это Амгинский район, первая школа. Они будут представлять республику уже в окружном Дальневосточном федеральном округе в июне, как победители регионального этапа. И вот на прошлой неделе юнормейцы Алданского района стали победителями Дальневосточного комплекса «Защитника Отечества» и будут принимать участие уже во всероссийском этапе в городе Москва. И чуропчинские юнормейцы у нас поедут в июне в финал всероссийской военно-спортивной игры «Победа», тоже юнормейская военно-спортивная игра. Надеемся, чтобы они тоже достойно приняли участие во всероссийских играх. Ну, конечно же, есть у нас и всероссийские смены, это летний отдых, оздоровление детей. Они проводятся все на конкурсной основе, то есть юнормейцы подают соответствующие заявления, портфолио, там и видео, визитки и так далее. Это «Артек», «Смена», «Орленок», «ВДЦ», «Океан». В этом году тоже объявлены все конкурсные процедуры. Поэтому мы желаем, чтобы наши юнормейцы попали и отдохнули, как Никита рассказал. И в этом году у нас также пройдет всероссийский форум юнкоров. Это юнормейский корреспондент. В прошлом году у нас три юнормейца из Дома юнормии тоже мы проводим совместно с медиа-центром «Коскиль» издательство. В этом году мы тоже совместно с ними будем выбирать лучшие из лучших наших юнкоров, чтобы они тоже были на всероссийском форуме и представили республику Саха-Якутия. Ну, чтобы в дальнейшем тоже осветить юнормейское движение у нас в республике. Это как юные журналисты, корреспонденты в сфере военно-патриотического воспитания. Ну, вот после нашей передачи я хочу отметить, что военно-патриотическое движение юнормии – это самое лучшее движение, мне кажется, по всей стране, которое объединяет, правда, миллионы детей. Благодарю вас за вашу работу, за ваше надежное плечо, на которое могут опереться ваши учащиеся. А тебе, Никита, благодарность твоим родителям за то, что они тебя так хорошо воспитывают. Спасибо большое. До встречи. До свидания.